Кризис, конечно, сегодняшний, он тактически запрограммирован в начале 90-х годов через Вашингтонский консенсус. Если смотреть уже программные вещи, то он запрограммирован однозначно директивой 20-1 1948 год Совета национальной безопасности США. Если вы посмотрите доктрину, вы не найдете ни одной строчки, которая бы сегодня не исполнялась строго до последней буквы. Ну, вы многие с ней знакомы, кто не знаком, вы можете почитать, нет ни одного момента, который бы не соответствовал доктрине Совета национальной безопасности США из происходящего в нашей стране в последние годы, начиная, по сути, с момента убийства Сталина и по сегодняшний день. Ну, и если смотреть дальше, то, конечно же, в свою очередь, вот эта доктрина Совета национальной безопасности, конечно же, это фрагмент такого сценария глобального исторического процесса, если угодно, той матрицы, которая была запущена древнеегипетским жречеством еще сразу же во времена после Эхнатона, который тоже из своей жизни ушел не просто так, как и Сталин, но, может быть, не в такой явной форме, но после Эхнатона, а это 1325 год до нашей эры, когда пришла иерархия ОМОНа, и Тутанхатон был переименован в Тутанхамона, вот с той поры заложена некая матрица, и то, что, значит, прописано в директиве СНБ США, это фрагмент вот той глобальной матрицы. А суть глобальной матрицы – это управление человечеством через судный процент. Вот если говорить так в двух словах по экономике, то ничего там нет, кроме того, что управлять можно через судный процент, если та или иная цивилизационная общество не разобралась, что судный процент – это и есть инструмент глобального управления. Если всем кажется, что это, ну, это просто экономика, там можно так, можно и так. И, конечно же, вот особенность сегодняшнего дня, что наше правительство, по сути, повелось на западные матричные уловки. То есть, вот как формируются матрицы, значит, придается неким понятиям, некий особый смысл такой, сакральный, как бы так сказать, вот в представлении, значит, нынешнего, ну, я очень часто слышу из уст наших правительственных чиновников, что речь идет вовсе не о здравом смысле, не об интересах народа, а вот о таких в их представлении сакральных вещах, как рыночная экономика, демократия, гласность, вот возникли проблемы, и ответ один – ну, мы же действовали рыночными методами, вот рубль там грохнулся, да, там сказать, в два раза, а там же никто не говорит о существе. Ну, вот посмотрите, Запад, уважаемый, посмотрите, мы рыночными методами действуем. Там, эхо Москвы, значит, Россию гнобит, вот если бы доверить, значит, Госдепу США открыть, значит, какой-то радиоканал, то он бы работал просто на порядок менее эффективно, чем эхо Москвы. Но, когда возникают вопросы, ну, посмотрите, у нас же гласность полная там, так сказать. Дальше следующий вопрос, ну, посмотрите, у нас же демократия, то есть мы отчитываемся вот по этим матричным элементам, считая, что это и есть критерии вот как бы цивилизационности, грамотности нашей и так далее, и так далее. Вот по таким параметрам. Демократия, гласность, либерально-рыночные, как бы, так сказать, механизмы. А Запад давно наплевал на это все. Там, кроме слов, за этими понятиями вообще стоят абсолютно прямо противоположные вещи. С рынков давно попрощались там исключительно диктат транснациональных корпораций, гласность там каленым железом выжигается. Попробуйте вызаикнуться в Соединенных Штатах. Вот у меня неделю назад по скайпу мы там около часа беседовали с одним из специалистов. Ну, он специалист-медик профессиональный. И говорит, так может быть мы с вами вот такую книжку вместе напишем о том, как сохранить здоровье, что такое здоровое питание. А у вас это можно издать. Да вы что, за этим же интересы транснациональных корпораций продовольственных. Кто же вам разрешит такое издать? Он мне задает вопрос. Я говорю, да вы знаете, вот в России сейчас такая ситуация, что я вам гарантирую, что мы ее издадим. Ой, ну давайте тогда вместе вот издадим в Россию. Понимаете, то есть для них это дико, что вот можно сказать то, что затрагивает интересы транснациональных корпораций. А я говорю, у нас это можно. Если с Божьей помощью получится, то может быть мы такую книжку, ну он по крайней мере уже прислал мне матрицу этой книжки. Ну вот, как сохранить свое здоровье. Ну это профессиональный такой медик. Вот. И самое главное, что характеризует день текущий, да, это Россия предлагает миру концепцию, концепцию не для страны, а концепцию для космического корабля по имени земной шар. Да, то есть, ну понимаете, вот с уровня нынешних технологий, ну вы посмотрите на земной шар. Ну это реальный маленький такой космический кораблик. Ну что там, 13 тысяч километров диаметр, да, ну вы представляете, что это такое. Это же все вот так вот взглянул. Ну вот летит такой космический кораблик, у него все продумано. И вот какая-то бандитствующая шайка взяла этот космический корабль в плен сегодня. И как-то вот надо продумать, как от этой шайки избавиться, чтобы этот космический корабль летел так, как он спроектирован создателем. Собственно, вот о чем идет речь. И такая концепция, разработанная сегодня в России, она разработана не на 70 лет, а уж по крайней мере на 700. То есть иначе и не стоит ничего предлагать. То есть сегодня вот то, что Россия предлагает миру, это действительно реальная такая глобальная концепция с представлениями о том, что такое концептуальная власть, что такое цель развития человечества, что такое этапы полной функции управления, которые начинаются с цели полагания. Собственно, концептуальная власть, она и сводится к тому, что управление начинается с постановки цели. Если цели нет, то нет и управления. Вот же такое шесть приоритетов, обобщенных средств управления общественными системами. Поэтому бесполезно сегодня обсуждать финансовую проблему и говорить о долларе, о евро, потому что это соподчиненные уровни. Если сегодня псевдоаналитики сегодняшнего дня с утра до вечера пишут книги о долларе, то это путь в никуда. Можно сколько угодно с долларом разбираться, но если ты не понимаешь, как доллар встроен в систему обобщенных средств управления на уровне всех шести приоритетов, то это все не имеет смысла. Гуманоиды Рыжие, пятнистые, носатые, жадные и хитрые притом, Руки, ноги, спины волосатые, с маленьким обрезанным хвостом. Вечером под белыми березами высший гуманоидный совет Озадачу всех воров вопросами выбрать для войны приоритет. Гума, 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 гуманоиды Жадные и хитрые притом Гума, 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 гуманоиды С маленьким обрезанным хвостом А приоритеты-то известные Самый быстрый просто убивать Мировые войны, войны местные Вот где можно грабить, воровать Можно грабить без кровопускания Но уйдет на это больше лет Алкоголь, табак и наркомания Геноцид крутой приоритет Есть приоритет, давно проверенный В суду дать под бешеный процент Будут все в долгах, уж будь уверенны Дети, внуки, даже президент Можно перессорить все конфессии Бог один, а вот религия тьма Создавать духовную агрессию Разделять и властвовать в умах Есть приоритет хронологический Взять архивы, все переписать Чтобы ход событий исторический Русскому народу переврать Чтобы высший методологический У людей отнять приоритет На полянке заседал космический Этот гуманоидный совет Гума, 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 гуманоиды Жадные и хитрые при том Гума, 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 гуманоиды С маленьким обрезанным хвостом Видимо узнали гуманоиды Есть в России мертвая вода И на межпланетных астероидах Рыжие слетелись, господа От нее вся нечисть загибается Даже если капля попадет А у человека все срастается Он потом как новенький живет Это наше русское оружие Под названием мертвая вода Мы от Бога нашего заслуженно Получили раз и навсегда Так что гуманоиды и гремлены Зря грозят нам страшной бедой Чтоб от них очистить нашу землю мы И замочь мертвою водой Гума, 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 гуманоиды Жадные и хитрые при том Гума, 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 гуманоиды С маленьким обрезанным хвостом Гума, 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 гуманоиды Жадные и хитрые при том Гума, 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 гуманоиды С маленьким обрезанным хвостом Гума, 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 гуманоиды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова